Сейчас многие на ТикТоке, немцы местные, стали вылаживать ролики и доказывают правду, то что люди, видно, что совсем не блогеры, простые работяги, простые семьи вылазывают счета за газ. Японский магнитофон, вы только представьте, семья из четырех человек платила 370 евро в месяц. Они теперь должны платить, им прислали, 2833 евро в месяц. Представляете, другая девушка сняла ролик и показывает, что она платила за квартиру за 40 с копейками квадратных метров, у нее выходило полностью за все 430 евро. Теперь ее счет составляет 996 евро. Вот так прям сразу, на-на. То есть, это просто жесть. Люди просто выставляют, каждый день получают новые счета. Ну, не одни и те же, а разные семьи. И где у людей в 7 раз, в 10 раз больше счета. Это просто, это пиздец. Короче, жесть, что происходит. Государство наше нам решило подкинуть 300 евро, с которых мы еще должны заплатить 160 евро налог. Я хочу сказать, в жопу себе засуньте их, эти 300 евро. Все равно их ни на что не хватит. Один раз в магазин сходить, эти там 160 евро, еще с них налог заплатить, потом еще сдерут, короче. Я просто охереваю, что происходит. Короче, ребята, это просто жесть. Я никого не хочу пугать. Я просто вот о чем думаю. Я думаю, когда никто не заплатит за все, они что, будут людей выселять? Они что, людям будут газ отключать? Людям, старикам, которые больные, которые нуждаются в тепле, в воде, детям, младенцам. Это они будут все делать? Я просто не знаю, я вам хочу одно сказать, что это все благодаря Украине. Не благодаря Путину, а благодаря Украине. Потому что они не соглашаются на мир. Вот и все. Из-за этого продолжается эта гребанная война. Все знают, что на России не остановятся. И это не Россия. Почему я говорю, что Украина виновата? Это не Россия. Да, не поставляет сюда газ. И не хочет поставлять. Это Европа накидала тысячи и тысячи санкций на Россию. Поэтому мы сами отказываемся от этого. А не Россия нам это все блокирует. Поэтому я и говорю, что в Украине виновата здесь, а не Россия. А вот и все. Украина и Европа. Мне так кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.